Всем привет! У нас уже следующий день. Посмотрите, Маша утеплилась. Покажи свои перчатки. Это перчатка на перчатках. Штаны еще под джинсами. Штаны на штаны, пальто, шарфик. Маша пошла гулять с телефоном. Ну, Даня. Папа, по-моему, тебя ждет там, чтобы доставать качели. Ой, а ключи-то он взял? Не знаю. Ну, ты закрой дверь. Крикни ему. А ты что? А я тоже. А у тебя штаны-то не теплые. Ты штаны на штаны одень. А я быстро. А так у нас 0, минус 2. Вот так вот. Чуть дома сидели. Смотри, Даня, ты штаны не одел теплые. У Маши штаны на штаны, и у нее пальто. Она будет сидеть, я буду двигаться. Скажи, она эта кофта тоже мало. Мама, отсюда. Она холодная. Она теплая. Надо было брать теплую куртку. Мама, все у меня нормально. Только кроссовки теплые, которые мы покупали. А я пью латте. Такое у меня. С пакетика сейчас покажу. Такое вот мы вчера покупали. Нескафе Латте в Перекрестке. Так, Маша сидит. Маша! Видел, он мне помахал. Папа что-то тащит. Так, мы дома. У нас вечер. Сережа дает картошку вместе со мной. Это ты со мной не ест. Ну да, я сейчас буду резать салатик. Смотрите, какое красивое купила досточку для красоты, чтобы Новый год уже был. А Маша с Даней занимаются геометрией. Они равные. Феорема доказана. Маша обучает Дане геометрией. Все верно. Все верно. Все зеленое. Пальчины зеленые. Ой. И углу между ними просто надо написать. А. Ну и правильно. Чем Даня обучает. Углу. О, наполовину, видела. Так. Все. Даня, сейчас Маша вообще ничего не будет тебе помогать. И все. Сейчас скриншот. Это вырежет потом. Так. Двигатель делся. Я не знаю, и так ты видишь. Ну вот. Все, в общем, давайте учитесь. Сейчас скоро будем кушать. Дальше. Так, мы приблизим масштаб. На рисунке точка О. Середина отрезков А, Б, И, Ф, С. Так. Всем привет. У нас сегодня понедельник. Шестнадцатая на улице минус 2 градуса. И вот, наконец-то, планомерно приступаем к уборке. Потому что я показывала, как у нас тут все. Вот надо все здесь убирать. Потому что такие основные работы закончены. Вот это все никуда не годится. Я уже с подоконником много что брала. Вчера мы ездили, когда в магазин, то я купила средства для мытья стекол и зеркал. И вот им сейчас я как раз все и буду отмывать основное тряпкой, водой, средством этим. В общем, будем наводить порядок. Сережа тоже там смотрит, что там с проводами. Ну, все, что осталось. Что там такое происходит. Что нам нужно из этого брать. Вот это окошко я уже помыла. Сейчас я приоткрою быстренько. И протур с той стороны тоже. Потому что на улице холодно. Но хочется, чтобы было чистое окно. А, в принципе, это окажется чисто. Но вот видно там такие маленькие штучки, которые надо протереть. Кстати, сегодня у нас вот эти соседи приезжали. Так, ну все, приступаю к уборке. Надо убираться. А вот, кстати, вчера я тоже не показывала. Купила уже на Новый год вот такую вот мишуру. Санта. В общем, если что-то вижу такое новогоднее, то покупаю. Потому что неизвестно, в какие магазины мы попадем. И когда до Нового года с этим коронавирусом. А так, если видишь, сразу купишь. И сразу уже будет потом. Не надо будет бегать перед Новым годом. Особенно, когда много народу будет везде. Все равно люди будут готовиться к празднику. Так, ну все, поубирали. Здесь окна помыли. Сейчас я это уберу с подоконника. Это вот выбросить все надо. И, в принципе, батареи все помыла. Сережа пропылесосил. Я пол помыла. Отсюда все коробки убрали. Вот так же. Э, она, ты что? Что? Ну, она же на резинке. Какая-то же опишет, не шумела. Это здесь у нас стиралку я тоже помыла. Она была такая грязная, пыльная. Окна все помыла. Все, подоконник. Сережа сделал такую полочку для себя. Котел. В общем, мы все-все попротирали. Помыли. Стирается коврик. Вот теперь у нас ни пыли, ни грязи. Все. Коридор свободен. Вот эту табуретку мы отнесем к Дане. А все, что на ней, мы выкинем. И у нас будет просто эти обувница с одной и с другой стороны. Так, это я забираю. Тряпку и средство. Двери, кстати, отвери протирала. Они такие грязные были. И эта дверь, и эта. Ужас. В общем, все равно пыль падает строительная. Вот это когда все делаешь. И потом надо все очень хорошо мыть. Так, ну все. Убрала я с подоконника. А Маша гуляет на улице, кстати. Всем привет. Посмотрите, какое у нас сегодня солнышко. Но, видите, лед. Вот, ночью было минус девять. Сейчас утро. Одиннадцать. Полдвенадцатого утра. И сейчас минус шесть. Минус шесть на улице. И у нас планово отключили электроэнергию. По всем поселке. Вот мы нам присылали сообщение. Мы знали об этом. Что электроэнергию нам отключат. Вот поэтому мы очень вовремя сделали отопление. Сейчас у нас подключен генератор. Вон, тарахтит из того домика. Вон, где открыт гараж. И тарахтит. Сейчас открою. Там сейчас машина поступает. В общем, тарахтит генератор. Сережа подключил. На генераторе у нас вода. Туалет. Поджиг котла. Что там еще? Ну, зарядки всякие. Свет. В общем, все такое. Обогреваемся мы дизелем. Дизельным котлом. Все. Так что у нас теплые батарейки. Дома сейчас покажу. Дома сейчас покажу. 26 градусов. Вот так вот. Батареи нам натопили. Солнце вообще. День чудесный. Красота. Генератор и отопление, которое не на электричестве. Это вещь. Из него как бы зимой, когда холодно, нельзя. Вообще так на улицу смотришь и не скажешь, что на улице минус 6. Кажется, какая отличная погода. Только то, что вот иний где-то на крышах. Только поэтому и можно определить. Короче, вставать неохота. Я лежу в кровати. Балдею. Скоро надо идти готовить уже еду. Еда тоже у нас на газу. Поэтому все отлично. Я сижу в машине. В общем, мы поехали. И у нас сегодня отключали электричество. Я об этом говорила. Что электричество у нас отключали. И завтра тоже будут отключать электричество. Ну, до 2 часов. В диапазоне с 9 до 4. Вечером меняют. Там, кто-то подключают к лэб. И поэтому у нас такое происходит. Ну, у нас генератор, как я говорила. Так что никаких проблем, в принципе, не было. И обогревались масляркой. Сейчас у нас закончился газ. И мы поехали на газовую заправку. Сережа там заправляет газ в баллон. Мы готовим на газе. И у нас газ баллонный для плиты. Вот. Дети дома. Занимались. Все. Что у Дани уроки действительно не задают. Но занятия идут. А у Маши просто идут занятия. Сегодня у Дани продлили дистанционку до 6 декабря. Еще на 2 недели. Так что пока будем на даче. На улице похолодало. Очень, я говорю, утром было минус 8. Сейчас минус 5,5 показывает машине. В общем, похолодало. Но у нас тепло. 25 дома. Так что хорошо. Значит, что еще нам нужно? Нам нужно сейчас будет съездить в зоомагазин. Что делать? Где она? Нам нужно будет съездить еще в зоомагазин. Реча закончился корм. И солярки мы каждый день. Вот у нас высохла канистра одна еще. И мы каждый день наполняем. Вот вчера уже две канистры. И доливаем солярку нашу в наш бак. Чтобы его наполнить. Может, мы полностью его наполнять не будем, чтобы соблазна людей не было. Что такое большой объем солярки. Да и в принципе, так удобнее нам столько солярки не нужно. Но каждый день мы все равно потихоньку заливаем туда солярку. Солярка, нам сказали, на заправке идет межсезонная до минус 20 семен. А зимняя это какая-то вообще до минус 50 с чем-то градусов. Но мазких холодов нет. Поэтому вообще не знаю, дизельное топливо зимнее нам приводит или нет. Возможно, нет. Вот еще нам нужно вообще в Москву съездить. Потому что Даня забыл пару учебников в Москве. И вот у меня пальтишко такое. Ну, это дачное такое пальто более-менее. Я хочу забрать свое хорошее пальто коралловое, которое я покупала в Спортмастере. Теплое. Ботинки взять теплые. Даня теплую куртку, штаны. Потому что утеплиться надо. Потому что когда мы уезжали, было еще плюс 10. И это одна температура, а сейчас совсем другая. И нужно уже зимние вещи. взять с собой. Ну, такие у нас новости. Планы. В общем, сегодня ничего не снимала. Только то, что свет когда выключили, и ничего не снимала. Спала. Света не было. Что еще делать? Теперь снимались, я спала. Ну, блин. Сколько? 568. 568. Это у нас на сколько баллон? 20. 22 лица, что ли? 22 лица. Ну, там хватит. Мы столько готовим на газе, поэтому... Та, это надолго. Да, надолго. За этот сезон запали только два раза его. И вот получается, что очень хорошо, если электричество выключает, то у нас плита на газу. Я такой, не знаю, я говорю, зимний газ? Он говорит, не знаю. Все привезли из Калуги. Вчера привезли. В Калуги вроде хороший. Ладно, пойдут туда, узнают. А там что сказали? Она говорит, зимний газ? Я говорю, не знаю, спросил заправщика. Отлились друг на друга. Я говорю, заправщик не знает. Говорит, я тоже не знаю. Никто не знает. Говорит, какой-то демисезонный вроде. Демисезонный тоже, наверное, да? Когда минут 27, наверное. Не знаю. Попробуй, может, и будут замерзать, значит? Значит, не демисезонный, да. Значит, летний. Демисезонный. 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 Продолжение следует...